Друзья, всех приветствую! В сегодняшнем видео хотел бы обсудить один комментарий, который оставил пользователь Алекс Горыныч под видео. Из-за этого ссорятся лучшие друзья. Ну и речь шла о том, что на вахте одной из самых таких значимых ценностей является место на двухъярусной кровати. Внизу вы будете спать или наверху. И значит он пишет следующее. Если тебе за 50 и ты просыпаешься на двухъярусной кровати, значит в твоей жизни что-то не так. Не знаю, он так пошутил саркастически, либо описал свой опыт. Но знаете, считается, что ты до 50 должен построить дом, вырастить детей, купить машину. То есть в материальном плане у тебя все должно быть благополучно. Если ты ездишь на вахтах, где-то далеко работаешь, на тяжелой работе, значит ты что-то в жизни неправильно делал. А вот я что подумал. Что, знаете, для многих вообще, наверное, предел мечтаний очутиться на вахте, зарабатывать 80-90 тысяч рублей, это же и в 50 лет. Просто хотя бы не иметь каких-то болячек и противопоказаний в работе. Люди убеждены почему-то, что жизнь, она почему-то всегда должна становиться лучше. То есть как-то отрицание того, что жизнь, в принципе, может стать и хуже. Люди с этим не согласны, они, конечно, этого сопротивляются, но, знаете, чем старше, например, я становлюсь, тем понимаешь, что не все в жизни зависит от нас. Если ты к 40 или к 50 не стал крутым начальником, не заработал на квартиру, на машину, на хорошую, в принципе, это и не твоя вина. Возможно, та ситуация, в которой ты сейчас живешь, это вообще лучшее, что могло бы с тобой быть. Почему-то люди видят, знаете, внешнюю сторону. Знаешь, едет чувак на машине, он там начальник установки, как это, да, там, нефтеперекачивающий, у него много денег или владелец бизнеса. Завтра на установке случился пожар, его начальника уволили, либо, например, посадили. У владельца бизнес прогорел, и он пошел, грубо говоря, на лопату, потому что продал всю квартиру, свою квартиру, да, в счет обеспечения долга. Вот этих кредитов, машину и все остальное. Поэтому, мне кажется, нельзя смотреть на успех других людей. Я, например, понимаю, что это все, может быть, временно, что это неустойчиво, вот эта ситуация. И абсолютно я не чувствую никакого, там, комплекса вины, либо чувства неполноценности, если я просыпаюсь, находясь на вахте, живу в общаге, либо в хостелы, там, со своими, ну, коллегами по работе, да, что я, там, не стал каким-то крутым начальником. В принципе, достаточно того, что у тебя, там, в семье ты знаешь, что у тебя не голодает семья, что дети одеты обуты, ходят, там, на кружки, на занятия, крепите тренд, да, сейчас. И вообще, в материальном плане, в плане у тебя, в принципе, ну, не так уж и плохо, да, даже взять, там, своих коллег. Поэтому расхожее, да, такое мнение, что, там, к 50, к 60, вообще, я считаю, что главной, значит, цель жизни – это вообще достойно помереть. Вот реально, вот, сделал все, что мог в жизни, получил все, что мог от жизни, прожил как человек, оставил после себя хорошую память, и все. А какого-то там барахла заработал, да, ну, это уже второстепенно. И чем дальше ты становишься, тем яснее это понимаешь. Конечно, трудно думать о великом, когда штаны спадают, как говорил известный экономист, но вот я сейчас здесь высказал свое мнение, свои наблюдения и свою точку зрения. Надеюсь, вы со мной согласны, если да, конечно, поддержите лайком, оставьте свой комментарий. У меня на этой теме и на сегодня все. Всем успехов в труде, удачи в работе, безопасного рабочего дня, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!